Злая какая, целый день. Мне нужно немножко позитива. Да, Сань? Да. А то я кого-нибудь убью точно к вечеру. К вечеру, к ночи. Бывает такое, знаете, состояние души, когда ты встаёшь уже готова убивать, и тебя бесят все кошки, люди, пыль. Короче, под разнос попадает всё. Да, Сань? Да. Как тебе сегодняшнее мамино настроение? Огонёк? Да. Причём, пожалуй, на вес. О, тут это, череда всё тех же вопросов, ничего особо не меняется. Саша дома. Саша дома, мы с Саньком гуляем. Вышли с целью посетить одно очень интересное заведение. В итоге кто-то мне испортил ещё больше настроение по дороге. Я надеюсь, что сейчас я с вами поболтаю, но поднимется. Пойдём туда. Да? Рада вас видеть. Саланск, Казахстан. Да, понимаем. У нас тоже бывает. Да у всех, мне кажется, такое бывает. И вообще странно, знаете, когда люди такие говорят, что они всегда на позитиве, всегда в гармонии с собой. Нет, бывает и плохое. Бывает такое настроение, что чисто поплакать целый день хочется. Бывает бодрое, наоборот, весёлое. Ну, как бы, мы же люди все. Но сегодня у меня прям какое-то прям ультра-раздражённое. Говорят, там какие-то магнитные бури, что-то там происходит. Ребята, вот такие классные. Обожаю вашу семью. Спасибо большое. Вы тоже у нас очень классные. И, наверное, вы тоже в какой-то степени уже наша семья. Особенно те, кто... Ну, вот с кем постоянно на связи, кто постоянно нам пишет, поддерживает. Всякие приятные вещи нашей семье, говорит, выражает. Вот, кстати говоря, в такие моменты очень важно. Мы иногда замыкаемся в себе. Сидим там где-то по своим норкам, соплем на кулак наматываем. Очень важно в такие моменты объединяться и обмениваться в позитивной энергии. Вот. У меня тут как-то было настроение такое тоже полудепрессивное. И написала мне семья... Ой, семья. Всё, это мой беременный мозг, мамочки. Мы гуляем в Лермонтове около ДНК. Вот. Написала мне сестрёнка моя из Москвы. И просто мы с ней ржали, как кони. И я, причём, в ванной такая лежу, какая-то вся размазанная, грустная. Она мне написала. Мы с ней стали вспоминать, как мы там в прошлом году тусили, куда ходили, там, чё чудили. Ну, короче, вот эти вот чисто, знаете, женские движухи, которых мне, наверное, тут немножко сейчас не хватает. Вот. И я так повеселилась от души. У меня сразу настроение поменялось. И всё, короче, наладилось. Сань, тебя не видно и не слышно? Да. Иди гуляй. Так. Опять. Саньки, привет. Всё, передаю. Всё, что вы мне пишите. Всё, что вы мне просите Саше, старшему, передать. Всё передаю. И спасибо вам большое за то, что вы постоянно с нами на коннекте. Вот. Светочка, прекрасно выглядите. Помада огонь. Вот, кстати, знаете ещё какой момент немаловажный? Вот для меня лично, когда настроения нет, надо стараться его себе поднимать. Пусть цвет одежды серый, цвет настроения серый. Не, на самом деле это как бы работает с точки зрения психологии. То есть вот нет у вас настроения, наденьте что-нибудь яркое, сделайте какой-то более яркий макияж, чем обычно. И, как правило, это вот, ну, помогает поверить в себя, немножко себе поднять настроение, каким-то позитивом зарядиться. Вот. И, короче, жизнь налаживается. Чего ребёнку не играется вечно за вашей спиной? В смысле, чего ему не играется? Ну, вот мы сидим такие, решили выйти в прямой эфир с вами пообщаться. Ему же тоже интересно, что там происходит, почитать то, что вы пишете. Уже не, там, я не знаю, не двухлетний ребёнок, который ничего не понимает, и такой где-то как дурачёлка играет, и вообще не проникается никак в ситуацию. Мы вместе гуляем, поэтому ему тоже интересно, чем я занимаюсь. Вот. Где Гобозов? Вы не устаете прям задавать этот вопрос. Он дома, дома, дома он находится. Дома. Вот. Ну, короче, вышли мы на улицу. Представляете, ещё сегодня я так же пожалела, на самом деле, что мы раньше не выползли. Вы знаете, у нас сколько вообще, какая температура сейчас? Плюс 19 градусов просто. Начало декабря и плюс 19 градусов. Это вообще потрясающе. Мне, моя семья, там, друзья присылают фотографии из Подмосковья, где всё завалено снегом. Ну, по крайней мере, вот несколько дней назад было. Папа там тоже мне звонил, сестра писался, скидывают вот эти вот сугробы. А подружка моя из Омска сегодня выставляла фотографию, что у них там, ну, короче, она вся в одежде в тёплой, собака у неё вся в комбинезоне и в ботинках в тёплых. Вот, и я ей пишу, я говорю, а у нас плюс 20 и солнышко. Она говорит, вот ты зараза, а у нас минус 30. Представляете, вот, разница, да? Не знаю, мне кажется, где-то прямо совсем в холодном регионе я бы вообще не смогла жить. Вот, подмосковного снежка, особенно, там, в баньку сходить, в сугроб потом прыгнуть, ну, вот что-нибудь такое новогодней вот этой всей суеты снежной мне не хватает немножко. Потому что уже, ну, как бы ты понимаешь, да, что уже, как бы, декабрь месяц, а тут, ну, солнце, тепло. Но это понятно, что это лучше, чем, там, пасмурная какая-то погода. Вот, но всё равно не хватает как-то этого всего. Немного. Хочется плакать, то грустно. Полностью согласна. Что надо обмениваться? Юмор поможет. Да, это же, ну, как бы нормально. Во-первых, быть открытым к своим же эмоциям, да, не стесняться, там, сказать. Это как я сегодня встаю и такая ребятам сразу с утра говорю. Я говорю, я сегодня очень зла, лучше ко мне не подходить. Поэтому они меня ходят, там, ну, один чуть-чуть подвыбесил, а у второй, наоборот, поддержал, обнял, вот, сказал, что всё наладится. Хотя, в принципе, как бы, ну, это есть такое. Ну, причём, мне кажется, не только у женщин, а у мужчин тоже такое есть. Потому что, вот, ты встаёшь, ну, без повода, нет никакого повода, у тебя просто состояние какое-то разбитое или плаксивое или злое какое-то. Вот, а бывает наоборот, вот, ты встал с утра, и тебе хочется, там, музыку весёлую какую-нибудь включить. Кстати, кстати говоря, вот, когда такое состояние, ещё музыка очень помогает, ну, мне, по крайней мере. Я, как правило, запираюсь в ванной, какие-нибудь арома, всякие там свечи, что-то такое поджигаю и включаю себе музыку. Причём релакс какой-то или вот какая-нибудь классика в такие именно моменты мне не очень заходят, вот, когда я бешеная. А вот что-то такое прям ядрёненькое какая-нибудь, либо там попса, либо там, ну, что-то такое, короче, со смыслом, но при этом позитивное. Очень хорошо идёт. Лёгких родов вам, Светлана. Ой, не сыпьте мне соль на рану. Я, как, вроде, взрослая тётенька, очень боюсь этого момента. Мне сегодня мой календарь написал, что там, ну, что-то, короче, меньше месяца якобы остаётся по его подсчётам. И как-то так страшно... Мама дорогая. Мама, страшно. Да, спасибо, Сань. У вас очень славный сынок, воспитанный и добрый. Вы знаете, как показывает практика, оказывается, не всем славные и добрые дети нравятся. Мне тут иногда... Ладно, не буду этого касаться, не хочу своё настроение портить. Но бывают и такие люди, которые даже реально добрых детей, вот, ну, таких мягких, добрых, хороших, даже их умудряются как-то зацепить своим злым языком и что-то негативное сказать. Светочка, добрый вечер, красно выглядите, красно-классно выгляжу. Помада, огонь, спасибо вам большое. Всем привет-привет-привет-привет-привет-привет. Вот. Поэтому... И от меня тоже привет. Мы ждём тебя. Очень ждём. Прям как никого, наверное, в этой жизни. Особенно на данный период. Очень ждём. Какой цвет помады и фирмы, подскажите. Огонь просто. Вот, кстати, знаете, замечала. Я вообще люблю эту марку, сейчас скажу вам. И вот именно этот красный цвет, это вот самая классика, это единичка по нумерации. Это сифоровские помады. Они, ну, вот прям самые наиклассические жидкие помады. Они очень стойкие и очень, как сказать-то, ну, короче, очень круто выглядят на губах. И что самое интересное, вот у меня мои подружки, все уже, мне кажется, переспрашивали эту помаду. Бывает, там люди скрывают, там, ой, не скажу, чтобы все такие не ходили. Но вот как раз этой помадой можно делиться со всеми, потому что она на всех людях совершенно по-разному смотрится. Вот эта подружка, про которую я вам говорила, из Омска, она такая прям татарочка, жгучая-жгучая брюнетка, вот с такими вот губёхами красивыми. Вот, и на ней вообще оттенок по-другому лежит. Вот, поэтому попробуйте обязательно. Такие они внизу прозрачные, сверху такой чёрный колпачок, самая сифоровская классика. Вот, и из всех стойких помад, это вообще One Love, самая лучшая, мне кажется. У вас так тепло, наверное. Ну вот, я говорю, сегодня плюс 20 было. Причём мы вчера очень поздно легли почему-то, там, то фильм какой-то смотрели, то что-то я там по работе, какие-то документы меня срочно мне понадобилось посмотреть. Мы поздно легли и поздно встали. И я смотрю на улицу, а там просто солнце, небо синее. Ну и, короче, в итоге вышли мы уже, когда закат был, конечно же. Всем привет, привет, привет. Плохой звук. Ну, чё-то до этого никто не жаловался. Не знаю, тут иногда мы просто, как всегда, в каких-то походных условиях. Тут кафе рядом. Ну, может, иногда музыка, когда начинает играть. Так вроде со связью всё норм. Как ты себя чувствуешь? Да, это точно. Ну, видимо, про хобби. Вы знаете, чувствую нормально. Ну, понятно, всякие вот эти беременные штуки, типа там, изжоги там какой-нибудь или ещё что-то. Голова вот у меня недавно вообще адски просто болела. Ну, там настроение бывает, прыгает иногда. Так в целом хорошо чувствую, но уже тяжело. Я вот, ну, как бы и вот с первыми родами, и сейчас не очень люблю этот последний месяц, когда ты уже как бегемот просто становишься. Ну, тяжело. Хотя я и вес вроде как бы немного набрала, но всё равно уже живот большой. Уже хочется ощутить поскорее прелести материнства. Хотя в глубине души ты, конечно, понимаешь, что всему своё время. И торопиться, конечно же, не надо. Очень идёт цвет помады. Губы красивые очень. И вообще его красотка. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот. Так, что мы с вами ещё сегодня обсудим? Как он? Он? Ты не поверишь, он вчера... Я тебе потом напишу, куда он собирался. Морально. Ой, смотрите, смотрите, блин, как это делать? Переверну вам, короче, я что-то туплюсь. А, вот, господи, представьте уровень. Вот. Посмотрите на это, я не могла это не показать. Санёк, это просто... Вот знаете, он... Ну, как бы дети, они разные бывают. Бывают активные, пассивные. Санёк – это типичный медвежонок. Мы когда уходили из московской школы, учительница плакала, куда вы от меня забираете моего медвежонка. Вот. Это, мне кажется, добрее ребёнка я не встречала. Он всегда хочет накормить всех бездомных домашних... Слышите, вот с чем он подходит? Чё ты сказала, Сань? Давай покормим. Покормим, конечно. Сейчас из эфира выйдем. Вот. Он всегда всех хочет покормить. Он всегда помогает всем бабушкам. Если он видит, что сидят бабушки там какими-то цветочками торгуют, он обязательно постарается найти возможность у них купить эти цветочки. Не потому, что ему цветочки нужны, а потому, что бабушке нужно помочь. Вот. Ну, вообще я его, кстати говоря, я и сама как бы занималась плотно достаточно. Сейчас меньше по времени получается, но я хочу опять к этому вернуться, к ещё большей практике таких дел. Ну, вот занимались мы как раз вот Лина Дзебисашвили, это вот из битвы экстрасенсов, подружка моя. Она меня когда-то втянула в мир адресной помощи, да, в мир благотворительности адресной. Ну, не через фон, да, вот именно когда там. Ну, семье какой-то помогаешь, детскому дому помогаешь, там, старикам помогаешь, хоспис там что-то относишь. Ну, короче, вот. И мы стали как-то вот в этом плане очень стараться объединить там каких-то людей, единомышленников, занимались этим долгой, продуктивной. Вот сейчас мы каждый год собираемся, ну, там, неким количеством людей, собираем денежные средства, кто сколько сможет, кто-то подарками именно покупаем. Находим детский дом. Раньше там получалось и несколько детских домов взять, да, под некую такую новогоднюю опеку. спрашиваем ребят, кто хочет, какие подарки. Ну, естественно, через руководителя организации и закупаем подарки. Подарки, ну, там всякие мандаринки, конфи... Ну, короче, кто что может делать в этой ситуации. И, соответственно, все чувствуют себя немножко Дедами Морозом. Ну, это вот наша та практика и акция, которая вообще никуда не девается. Вопреки всему, несмотря ни на что, какой бы кризис ни был там, что бы у людей ни происходило, все равно... Вот сейчас я забегалась по делам, по каким-то... И, представляете, те люди, которые со мной этим занимались из года в год, они мне напоминают, ну, когда сбор, ну, какой там детский дом-то уже определилась, давай собираться, уже время много определяться. Поэтому вот сегодня-завтра я у себя на странице тоже буду выкладывать эту информацию. Там кто-то уже поучаствовал, кто-то может присоединиться, кто хочет. Ну, в общем, часто мы это делаем. Ну, и вот я к чему вообще все это говорила. Не к теме благотворительности даже. А в тему того, что дети, они же, ну, грубо говоря, я не особо вот в институт именно воспитания верю. Я верю, что дети – это плоды воспитания своих родителей. Вернее, примера своих родителей. То есть то, что вы несете сами в себе, то видят и впитывают ваши дети. Вот. Поэтому это надо понимать своим примером, им показывать какие-то достойные вещи. Ну, и Санек, видя вот эти вот все моменты, он как-то, причем, еще больше, намного, чем я, вот углублялся. И поэтому сейчас вот у него это выражается иногда даже гипертрофированно в какую-то вот эту доброту и помощь. И меня даже иногда пугает, что он слишком такой добряшка. Он ходил у меня на борьбу, в каком, прошлый, позапрошлый год. Ну, в общем, на борьбу. Он то на каратэ ходил, то на самбо, то еще там на что-то. Короче, ему это дело очень нравилось. А потом он пошел к одному тренеру, который вот у них там в московской школе работал, и категорически отказался к нему ходить. Нет, не пойду, и все. Я говорю, Саша, в чем причина? Оказалось, причина в том, что его поставили в спарринг с девочкой. Он отказался это делать, ну, соответственно, с ней бороться. Тренер начал ему высказывать, что в спорте нет разницы по половой принадлежности. Вот, давай, бери и борись. Он сказал, нет, я не буду. А там еще девочка такая была, видимо, с каким-то таким своим характером. Она начала над ним смеяться, что он там боится или еще что-то. Ну, развернулся просто и ушел с этой борьбы, и больше он туда не пошел. Вот. Как он? Ну, Саша, в смысле, нормально. Сравнительно на позитиве, конечно. Тоже у него бывает, и хандра нападает. И, естественно, в четырех стенах сложно достаточно сидеть. Я его понимаю. Это все действительно, ну, морально тяжело, когда отец там никуда не выйти, нельзя не пообщаться с кем. Ну, он старает держаться даже еще, наверное, более позитивно, чем я. Вам можно позавидовать, как тепло. Да, на самом деле классно, но вот я говорю, мы какие-то вот как тюлени, не можем никак выйти в нормальное теплое время. То там школа у Санька до четырех с учетом... Саша, ты что там, отжимаешься? Ага. Ты, кстати, помнишь, да, что тебе надо это... стихотворение адвоката, когда приедет, ему надо рассказать. Какое? Ну, какое ты ему рассказывал? Ну, кусел на войне, вот здесь. Саша. Ну, какое ты стихотворение сказал, да учишься. А, Александр Сергеевич Кушкин. Да, стихотворение-то как называется? Ну, помнишь, что нужно. Да, вот, давай, подучивай, расскажешь. Он для тебя старается. Ждет его приезда. Так, он не может выйти на связь с Гобозов, да? Он не может выйти на связь. Уже миллион раз я вам это объясняла. Еще раз скажу, потому что, ну, понятно, что ни у кого нет обязательства следить за каждым нашим эфиром и за каждой нашей информацией. Он не может, это нельзя делать по закону, выходить в интернет, выходить на видеосвязь. Всем привет, привет, мои котики. Желаем тебе больше позитива, улыбок, хорошего настроения. Да, у нас снег, холодно у нас. Ну, блин, вот снег становится... Кстати, я знаете, все, я что-то сегодня про свою эту подругу из Омска вспоминаю. Она там мыкает, наверное, я по ней просто соскучилась. Мы с ней буквально, я не знаю, это, наверное, года два назад было или даже три. Ну, короче, я ее тоже долго не видела. Мне было очень грустно на этот счет. И она мне как-то вот пишет так, вот просто невзначай. Вот, хотела бы, давно бы прилетела. Я говорю, так ты не приглашаешь. Она говорит, можно подумать, что если я тебя приглашу, ты прям прилетишь сразу. Но она не учла того, что, как бы, я человек такой мобильный, шелопопый. Ну, короче, она немножко прибалдела от того, что вечером того же дня я ей билеты вот скинула и сказала, что там с утра я прилечу или утром скинула, вечером прилетела. Ну, в общем, я к ней прилетела буквально там, я не знаю, на сутки, наверное. За эти сутки мы успели и посидеть где-то, сходить, и съездить на снег... Как они, Саша, снегокаты или снегоходы называются? Я опять забыла. С него... С моим ножом катались. Ну, которые сами едут. Ну, все. Это беременный мозг. Ну, короче, я ни разу в жизни не сидела за рулем снегохода. Снегоход, это, по-моему, все-таки называется. Она меня сажает за руль, садится сзади, мы едем. Она говорит, ты как-то странно едешь. Я говорю, а я просто первый раз в жизни за рулем как бы чего-либо. Ну, такого вот. Того, что самой едет. Ну, у меня просто по графически кретинизм. И это, наверное, единственное, к чему я не стремилась никогда, это сесть за руль. Несмотря на то, что и возможность была, и типа вроде смотришь, что у всех есть тачки там, и вот тебе надо, и как бы и возможность ездить. Ну, короче, для меня это, мне кажется, я первый стол просто собью, и все, на этом моя поездка закончится. И мы едем по вот этим сибирским просторам с березками, и она осознает, что я первый раз за рулем. Как она орала. Ну, ничего, кстати, не очень даже понравилось, и доехали мы успешно. Когда уже там малыш. Малыш, вы знаете, по подсчетам врача, это где-то прямо чуть ли не в новогоднюю ночь. По подсчетам моего календаря тоже ближе к Новому году, как и Санек у меня появился. Но по моим личным подсчетам, вот насколько я знаю себя и свои циклы, я думаю, что это, мне кажется, должно быть ближе к Рождеству вообще аж. Но не знаю, как вот ей захочется, так пусть и будет. Детки крепнут в животике, поэтому всему свое время. Вы живете в доме или в квартире? Сейчас мы живем в квартире, планировали. По общей инициативе у нас с Сашей абсолютно одинаковые взгляды на вещи в этом плане. У вас там, конечно, была какая-то куча стёба по поводу того, что вот у него там какой-то один дом, другой был. Не знаю, я вообще считаю это нормальным. Просто есть люди, которые привязаны вот к месту, да, к какому-то, и живут на одном месте. А есть люди, которые любят путешествовать, передвигаться. Я вот сама, допустим, я ребенок, который... Ну, короче, у меня у родителей особо там какой-то супервозможности не было меня где-то возить. Поэтому, как только у меня такая возможность появилась, я что только не объехала. И потом даже вот пожить успела в Крыму. Потом вот в Ставропольский край мы переехали. Вот. Ну, то есть, как бы ничего тут такого нет в том, что место жительства меняется. Или там, я не знаю, человек один дом продает, другой покупает. Эта жизнь, она имеет свойство меняться. И как бы это абсолютно нормально. Ну, короче говоря, то, к чему мы стремимся, если, дай бог, все нормально, и все наши планы реализуются, это, конечно, жизнь в частном доме. Ну, причем у нас очень много обсуждений было на этот счет. Мы много какие-то даже не то, что варианты домов рассматривали, даже там регионов тех же, и Крым рассматривали, и Ставропольский край, и Подмосковье рассматривали. Ну, понятное дело, что Саша больше тянет к его родным краям, меня больше тянет к моим родным краям. У меня сейчас много очень родственников и друзей в Подмосковье живет, перебрались там кто-то из Москвы. А тебя куда тянет? В Москву. В Москву? Ты же себе тут дом присмотрел в Подмосковье, нет? Ну, а Санек, да, он типичный москвич. Вот у него папа типичный москвич такой, ну вот, он любит Москву. Вот. Я вот, меня от нее воротит, если честно. Ну, в плане вот ПМЖ. Я понимаю, что там деньги можно хорошие зарабатывать, хотя туда и из Подмосковья можно спокойно доехать. И все. Но вот именно для жизни я вообще, ну, не очень хотела бы в Москве жить. А вот Санек, он любит Москву. Тоже имеет право. Светлана, добрый вечер. Не скучаете ли вы поснежены в предновогодней Москве? Как родители Саши, всех благ в вашей большой семье. Вот, только что говорила, что на удивление, никогда я не думала, что меня это чувство посетит вам. Вот. Но, да, в последнее время я чуть-чуть скучаю. Вот по этой снежной зиме, по вот этим огонькам Никольской улицы и Арбата. Хочется там прогуляться. Ну, короче, я люблю предновогоднюю Москву, новогоднюю, вот когда рождественские праздники. Это, наверное, вот самый мой любимый период в Москве. И, конечно, еще больше я люблю новогоднее Подмосковье. Вот у нас всегда была большая классная компания. Мы выезжали за город постоянно. И, ну, наш, можно сказать, район, где сконцентрировано большинство моих друзей и родственников. Это Можайск, Можайское направление. Вот. И, соответственно, это всегда прогулки были, санки, горки, баня, сугробы. Вот это вот. Ну, короче, я это все люблю. Печка, когда елочка. Вот. Вот этого мне очень хочется. Так. Как родители Саши? Ну, в целом, в общем, бодренько, в принципе. Понятно, что ввиду последних событий тоже они переживают. Ой, перерывочек. Я тебя. Вот. Конечно, переживают. Конечно, ну, какие-то там эмоции, наверное, в глубине души у них тоже есть по этому поводу. Как у любой мамы, у любого папы. Это абсолютно нормально. Мы как можем стараемся, поддерживаем. Они нас. Мы заходили недавно в гости к нам. Вот. Ну, вернее, как в гости. Знаете, тут, когда это вот в таком вот эквиваленте, тут непонятно уже, что можно назвать гостями или... Вот. Уже все воедино сплетается. Вот. Ну, в целом нормально, неплохо. Вот я вам говорила и папу Саши. Такой бодренький, прям на позитиве был. Ну, Ольга Васильевна. И вообще в этом плане позитива не отнимать. Ну, в общем, все молодцы, все держимся. Так. Ой. Ой. Дали у нас отмена. Нравится, что вы искренне. Это же круто. Спасибо вам большое. Мне кажется, это вообще... В современном мире это вообще самое главное, что может быть. Я очень люблю людей, может быть, в чем-то неординарных. Таких, которых не все могут понять, не все могут принять. Некоторые на них смотрят, знаете, как на динозавров каких-то. Но которые искренне. У меня в основном все мои друзья, мне кажется, такие. Чуть-чуть. С какими-то там, я не знаю, своими клинями. Ну, как и все мы, наверное. Вот. Но при этом очень искренне. Которые... Ну, как-то мы всегда стараемся друг друга поддерживать. Помогать друг другу. Ну, тоже у меня в последнее время, я вам уже говорила, тоска. Ну, там, по родным землям-то это понятно. Но вот по друзьям так хочется всех увидеть. Особенно вот как раз своих подмосковных друзей. Не слышно что-то глухо очень. Может, микрофон закрыли. Не знаю. Может быть. Я сейчас вообще... У меня... Вчера Саша надо мной смеялся. Что ты? Скучно тебе уже, да, стало? Сейчас уж скоро пойдем. Вчера Саша надо мной смеялся. Знаете, что его любимое сейчас в моем вот этом поведении беременного бегемота. Как у меня все падает из рук. У меня постоянно то, знаете, какая-нибудь банка сметана в потолок улетит. То, там, я не знаю, курица по всей квартире прыгает. И он все время угорает просто над этим. Вчера я тоже у меня упал. Какое-то пирожное, что ли, ело. Оно у меня вылетает просто. Все лицо в пироженом, волосы в пироженом. А, какое пирожное? Пирожное это было вечером. А днем... Это была... Не днем, а утром. Это мы кушали яичницу. Ну, там что-то там с сосисочками, с каким-то там сырком я ее сделала глазами. И, короче... Что это за треск был? И, короче, решила я эту яичницу положить на тост. И в итоге, естественно, у меня все это упало. Все мои ляжки были в этих яйцах, соусе там и так далее. И Саша надо мной ржал и умилялся. Вот. Ну, так мы и живем, в принципе. Так. Что у нас там еще? Интересно. А то я все болтаю, 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 болтаю. Блин, мне так нравится наш эфир сегодня. Знаете, почему? Вот кто угадает, почему он мне сегодня особенно нравится. И, кстати, настроение заметили? Заметили у меня уже как улучшилось. И вот. Прям вы меня зарядили. Я слушаю вас, вижу себя. Мы чем-то похожи. Взгляды, характер. Не бойтесь, все будет хорошо. Вы знаете, я, кстати, очень много среди вас вот в последнее время встречаю единомышленников. Много мне девчонки пишут, что да, мы там на одной волне, какие-то вещи происходят параллельно, там еще там что-то такое вообще. Это очень круто. Вселенная, она направляет нам людей, которые нам нужны, которым мы нужны. У Роберта в один год две сестры появятся. Да, это круто. Вообще, детки, это вообще великое счастье. Это очень классно. У нас приезжали летом ребята, Катя с Ваней, которые, ну, мои друзья. Катя была изначально, я к ней ходила там в салон в один классный на маникюр, потом мы очень с ней подружились. Это вообще семья на и светлейшее, на и класснейшее. Может быть, если помните, Саша видос выкладывал, где там девочка такая классная в горах сидит. Ну, короче. И так он их полюбил, так он с ними сдружился. Тут встает, говорит, блин, мне во сне они даже приснились, и вот тоже мы переписываемся частенько. Ну, в общем, это очень классно. Маленькие детишки, когда это очень прикольно. Причем, вот, да, звук плохой. Ну, не знаю, почему он плохой. Вроде как бы связь нормальная, все нормально. Сбилась в смысле в очередной раз. А, у меня, вот, причем, все мои знакомые, кто вот деток рожает, мы все такие нетипичные, я же матери, все работают. Не знаю, кто-то мне звонит, кто не знает, скинем пока. Все работают, все там в какой-то движухе. Ни одной у меня нет знакомой, которая, вот, знаете, как стандартные мамочки, погружалась бы там в пеленки памперсы. Вот. Не в плане того, что я говорю, что это плохо, да, и так нельзя делать. Наоборот, ну, как бы, классно, когда есть такая возможность, но у меня все вот в какой-то вечно рабочей суете, в каких-то бытовых нуждах. Они и с детками успевают, и работать успевают, и себя в порядке держать успевают, еще какие-то хобби там занять. Ну, короче, и в салоны бегать. Вот у меня, кстати, Санек маленький когда был, я с ним в отпуске по уходу за ребенком просидела, да, годы и восьми, кормила как раз до того же времени. И в то же время я развивала, помогала, вернее, развивать крестному детский магазин одежды, писала всякие там юридические статьи. Мы с ним постоянно тоже куда-то ездили, путешествовали, и все. Я постоянно бегала, вот как сейчас помню, по каким-то салонам вечно, у меня то маникюр, то волосы, то еще что-то было. И он был всегда со мной, и мне это вообще никогда не мешало. Поэтому вот вы когда спрашиваете, что он там с вами рядом, мы всегда с ним были вместе. Ну, то есть как бы какая-то движуха, не обязательно мы там должны вот выйти в цирк там, или там, я не знаю, на детской площадке посидеть. У нас всегда какие-то совместные занятия, какое-то времяпровождение было, ну, естественно, и развлекательного характера, но и при этом он со мной, он даже в суды со мной ездил, я помню. Ну, понятно, что в зал суда, естественно, я его не брала, но как бы если выбирать, просто не видеть своего ребенка, чтобы он был, да, там с нянями, там, я не знаю, ну, там в саду круглосуточном практически, да, или там еще где-то. И вот, ну, такие моменты, когда ты просто с ним находишься и с ним занимаешься какими-то делами. Я вот, ну, как бы сторонник последнего варианта. Ну, это, конечно, опять-таки, как кому удобно. Мне вот с ним очень комфортно было в этом плане. Почему давно не видно Саши? Я что-то пропустила, расскажите кто-нибудь. Ну, у нас есть информация вся в ленте, уже не хочется эту тему еще раз педалировать и как бы все одно и то же рассказывать. Очень тихая громкость, плохо слышно вас. Ну, вот кто-то говорит хорошо, кто-то плохо. Не знаю, вроде как должно быть нормально. В общем и целом, сеть ловит, я вроде говорю нормально. Ну, вот люди на фоне есть, но это как бы улица, ничего не поделаешь. Улица. Красотка. Спасибо большое. Всем спасибо, кто всякие приятности пишет. Вы реально меня сегодня просто вывели на позитив, можно сказать. Как-то спасибо, хорошо. Ой, мамочки. Все, у меня из рук опять валится. Вы знали бы, сколько раз у меня за последнее время падал телефон. Я на него смотрю и думаю, как хорошо. Вот у меня телефоны какого только уровня, да, и за какие только финансы куплены не были. Один у меня в Крыму с горы слетел, разбился. Второй. Ну, короче, в определенный момент я пришла к выводу, что мой телефон, это вот, ну, какой-нибудь, ну, такой, не самый накрученный андроид. Потому что, ну, просто жалко. Отдаешь, да, там, большие деньги за телефон, проходит две недели, и ты его разбиваешь. Причем никакие защитные стекла, ничего мне не помогают. Один раз у меня телефон утопился в туалете. Ну, то есть он улетел, и все, и больше не выжил. Ну, короче. Мам, не спутай. Ау, расскажите про Сашу. Что вам рассказать? Я вам не могу рассказывать одно и то же. То, что вы хотите услышать дополнительно, я вам, к сожалению, дать не могу. Но скоро обязательно будут новости на этот счет. Я думаю, что в головах тех людей, в которых есть непонимание или недопонимание по этой ситуации, да, оно, наконец, появится. Мы предоставим более открытую позицию, когда у нас следственные, ну, всякие мероприятия сейчас закончатся. Соответственно, адвокат нам даст добро на это. Вот. Или сам какую-то информацию предоставит. И думаю, что очень многое станет ясно. Саш, все хорошо у тебя там? Поешь? Класс. Ой, тут музычка такая играет. Всегда это реально петь хочется. Так. Александру нельзя вообще выходить из дома. Можно по разрешению следователя, либо на какие-то сверхважные мероприятия именно следственного характера. Пока вот так. Ой, так. Кто у нас там еще? Всем-всем привет. Вы такие странные. Боюсь, печально все будет у вас в семье. А я вот сижу и думаю, думаю, что-то сегодня без говнеца как-то обходимся. Вот. Как-то это даже одиноко и скучно стало без таких токсиков, как вы. Главное, чтобы в вашей семье все было хорошо. Я всегда всем говорю. Мы с своей с вами как-нибудь разберемся. Да, Сань? Да. Странные. Мама, мы с тобой пойдем. Хоббиты. Или кто-то... Как там это нас называет? Шрексы. Шрексы, шрексы, да. Вот что, забыли, что ли? Мам, а мы с кого пойдем-то? Куда пойдем-то? Не знаю, в кафешку. В кафешку? Сейчас пойдем. Куда мы хотим? Сейчас пойдем. Сейчас вам с народом поболтаем еще 10 минут. Пойдем. Да, конечно, хочется помочь по мере возможностей. Это благое дело. Так здорово. Кому-то дарит радость. Да, кстати говоря, вот я много раз говорила. Но говорила это в своих, скорее всего, эфирах. Потому что Саша, по-моему, я вообще второй эфир только веду. И то первый у нас какой-то через одно место получился. И это очень важно. Особенно, когда у вас у самих в жизни не очень хороший период, сложный. И это так круто, когда вы можете хоть чем-то поделиться с другими, хоть кому-то чем-то помочь. Это придает вам ощущение собственной какой-то значимости, нужности. Причем это абсолютно... Когда люди мне говорят, знаете, ну, конечно, это вам хорошо. У вас там деньги есть, а у нас там финансов нет. Вот. Вот. Нужны большие финансы для того, чтобы помогать. Полная ерунда. Вы не купили стакан кофе, 200 рублей, знаете, скинули, ну, допустим, там, деткам каким-то, да, которые нуждаются. Даже элементарно. Вот я недавно в магазин захожу. Ребенок там что-то хочет купить. Господи, какая тут громкая молодежь пришла. Ребенок что-то хочет купить. Ему 5 рублей не хватает. И все такие стоят на него, смотрят, как на динозавра. Ну, блин, тебе что, жалко помочь 5 рублей ребенку дать. Вот. Или... Мы чуть-чуть отошли, но они так орут, что, я думаю, вряд ли нам это поможет. Вот. Или там вот, элементарно, да, собачка бездомная бегает, или киска. Если вы купите пакет корма за 20 рублей, я не думаю, что вы там обнищаете из-за этого. Да, Сань? Да. Как ты относишься к благотворительности? Хорошо. Ну, вот сейчас вам какие-то две девочки с собой собак, собак, которые я хотела бы кормить, увели. Увели собаку? Да. Две, да. Я хотела бы с тобой другую, наверное, не переживай. Вот. Или вот элементарно, да, я вам пример приводила, Новый год там. Я не знаю, купите 5 килограммов мандаринов и отнесите в какое-то учреждение, в хоспис, например, где старички и старушки будут так этим мандарином рады, и вы просто потрясающее ощущение получите, что вы кому-то сделали маленькое доброе дело. Это очень хорошо. Так, что-то к вечеру все шумнее и шумнее становится. Так. Так, так, так. Сделайте звук на телефоне громче. Не слышно вас, честно, извините. Ну, вот кто-то, я говорю, пишет, что слышно хорошо, кто-то пишет, что не слышно. Если действительно не слышно, то звук у нас на полный, просто уже все орут, вечер, у всех жара, суббота, как бы все хорошо. А че он такой толстый? Кто? Пес, который поесть подходил. А че он такая тупая? Извините, конечно, я не особо люблю людей оскорблять, и, как правило, это не делаю. Но прежде чем что-то ляпнуть, ну, надо немного свой мозг включить. Я думаю, все-таки вы не дегенерат и не лицо, которое вообще никаким интеллектом не обладает. Да, а че собаку-то... Блин, это просто. Просто-просто-просто. Светочка, если можно, подскажите тона, название помады бесподобное вам очень идет. Я уже рассказывала, это сифоровская жидкая помада, стойкая, 0,1, прям самый классический цвет. Он на всех ложится, прям по-своему, и всем очень идет. И блондинкам, и брюнеткам, и рыжим. Прям не на правах рекламы, а просто рекомендую. А, и, кстати, знаете, что самое классное? Все стойки помады, они очень сушат губы. То есть, ну, как бы их не отдерешь потом, реально. Это мицелляркой обычно смывается, и губки от нее такие же мягкие, как и были до нее. Если не запомните, в личку мне напишите, я вам обязательно подскажу. Мне не жалко. Так. Что-то двигается у Саши в деле. Что-то двигается, и скоро мы с вами обязательно этим поделимся. Там очень большая работа, поверьте, ведется нашим адвокатом. Дай бог ему здоровья просто. Мы его всей семьей, не просто, вот, как, знаете, адвоката, работника, да, там, какого-то воспринимаем. Это близкий, ну, во-первых, это мой друг старо-давний. Это не просто человек какой-то... Это человек близкий, который мне очень много помогал. Ну, и я там как-то в меру своих сил тоже ему стараюсь, да, там, в чем-то, в чем-то, может быть, быть полезной. Но сейчас он стал не просто моим, да, там, товарищем, приятелем, знакомым. Он стал действительно близким человеком для всей нашей семьи. Вот. Такие люди сейчас, это очень большая редкость, которые вот такие, короче. Вот. Но помимо того, что он профессионал очень хороший, действительно, как бы работает от души очень въедливый, очень хорошо знает и норма закона, и практику, и все вообще возможные вещи в этом направлении. Вот, собака пришла, видишь, как классно. А у тебя карточка с собой? Или дома оставил? Ну, а так бы я тебя в магазин отправила за корму. А так... Ну, сейчас с моим... У меня же это QR-код на телефоне. Что с Сашей? И где он? Извините. Ребят, ну, не буду просто загружать эфир тем, чтобы опять ту же самую информацию. В шапочке профиля есть ссылка на нашего адвоката. У него там есть информация, которую мы сейчас можем вам предоставить. И у нас в ленте, насколько я помню, тоже она есть. Он не сидит, он дома находится. Сплюньте. Так. Так, так, так. Мам, да, уже заканчиваю. Что там за глаза в небо? Не знаю. Да, я думаю, сейчас уже будем заканчивать потихонечку. Вот. И пойдем по своим делишкам. Пожела всем хорошего субботнего вечера. Пипец, что со звуком? Блин, плохо слышно, невозможно уши напрягать. Ну, что я могу сделать? Ну, мы уже сделали все возможное. Не напрягайте тогда. Как можем, так вот делаем. Надо выйти нам в нормальный, наверное, прямой эфир где-нибудь через недельку в домашних условиях с нормальным светом, с нормальным звуком, с нормальным интернетом. А у нас все, видите, набегу на скаку. Ну, это вот, это чисто вот моя тенденция, потому что, ну, короче, шилопопый человек, когда сложно ему найти достойное место для прямого эфира. Саша находится под домашним арестом. Он дома. Ну, это к вопросу, Сашу освободили? Освободили из-под домашнего? Нет. Так, 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 я какая-то, как сову мне из этого. Красные губы. Да, я тоже, кстати, очень люблю, я не очень люблю сама краситься. Вот у меня бывает, конечно, фантазии на меня находят, вот мне прям полный мейкап хочется сделать. Вот, но ленивая есть, честно. Поэтому, вот, если мне хочется накраситься, а краситься лень, это вот чуть-чуть сгладить тон, реснички чуть-чуть подкрасить, потому что вот всякое, я тоже с вами делилась, вот нарощенные волосы, ресницы, я понимаю, что у девчонок очень красиво смотрится, но я не могу с ними. Вот у меня прям, ну, короче, на все чужое на лице, у меня прям дикая какая-то аллергия не в плане физиологических проявлений, а вот, ну, просто не могу. Вот, и берешь просто яркую помаду, вот у меня целая коллекция, ну, там разных абсолютно брендов, но вот эти сифоровские, у меня их, наверное, штук 15 разных цветов, вот, и они спасают вот в таких историях. Так, ток-ток-ток. Короче говоря, что я вам могу сказать, выходные у нас, это очень классно, у нас теплые выходные, у вас, может быть, где-то снежные выходные. У кого какое настроение, попробуйте себе его чуть-чуть поднять, съешьте что-нибудь вкусное, послушайте эту музыку, которую вы любите, посмотрите фильм какой-нибудь классный, семейный, можно даже предновогодний. Накрасьте губы красной помадой, в конце концов, ну, это совет для женщин, конечно, больше. Вот, наденьте какую-нибудь яркую, крутую одежду и пусть ваша жизнь, она заиграет новыми красками. Зажигайте, поднимайте настроение себе, своей семье, старайтесь меньше бугнить, депрессовать, хандрить. Осень уже закончилась, уже началась снежная зимушка у многих, да, там, помимо нас, жителей кавказских и южных регионов. Вот, поэтому радуйтесь, наслаждайтесь. Вообще, предновогодняя пора, мне кажется, это очень круто, когда можно готовиться к Новому году, подбирать себе наряды, покупать подарки близким людям, вот. Ну, короче, это классное такое состояние души должно быть, такое заряженное, прям крутое, вот. И надо этим обязательно пользоваться. Вот, я сейчас очень страдаю из-за того, что не могу на себя какой-то наряд подобрать и даже не представляю, вообще, в новогоднюю ночь я еще буду беременна или уже нет. Или я буду рожать в эту новогоднюю ночь. Идут разговоры в сетях, что Саша запил, загулял в КПЗ, а что на самом деле? На самом деле это лишь болтология, особенно про запил и загулял. Ну, вот. Не запил, не загулял, а просто у него возникли определенные проблемы, о которых мы говорили ранее. Вот. А так слухами земля полнится. У Саши маленького есть хоть друзья там? Вы знаете, да, вот в этой новой школе, где он учится, у него, во-первых, очень хорошие там учителя, у него очень много друзей там. Его домой-то особо не загонишь после школы. Ну, короче, классно же там тебе? Да. Да, такой унылый ослик, а, да. Он такая стесняшка у меня. Такой прям, это, Пуся. Ну, давай, давай, да идем. Все, ребенок это хочет движа какого-то, да? Движа хочешь? Ой. Ребенок хочет движа. Тут такая музычка, Сань, даже уходить не хочет. Классно. Да нет, на самом деле я уж сама носом сижу шмыгаю. Оно вроде как бы и тепло, но при этом вот как-то к вечеру все равно прохладненько. А мы, в общем-то, ругались, знаете, на какую тему? Жилетку кто-то надевать не хотел. Там, говорит, тепло. Я говорю, ну, как бы к вечеру-то не очень. Света, прошу прощения, я не знала, что с Сашей, где он. Переживаем. Ребятки мои, золотые, не хочу этим не в свое время еще раз занимать, не ваше эфирное. В нашей ленте, точнее, у нас ссылочка есть в профиле в Сашином, на адвоката. Там есть вся информация, которая имеется на настоящий момент. Чуть позже будем поподробнее все рассказывать обязательно. Как только нам это, ну, как бы, будет, можно сделать, да, следственные действия как закончатся, мы вас обязательно посвятим. Мы же понимаем, что вы там спрашиваете не из праздного любопытства, и, да, там, не поговнить, не позлиться. Не позлить, точнее, там, кого-то и там какие-то вот эти говняшки кинуть. А, ну, как бы, люди любят Сашу, переживают за него. И, естественно, мы вам дадим всю информацию обязательно. Так, все, Сань, отчитывай последний, идем. Да, я только все потеряла. Давай, кто счастливчик. Я все потеряла, понимаешь? Я хотела прочитать что-то последнее, все потеряла. Там просто уже молодежь так орет, что я боюсь, вы вообще скоро не услышите о нас. Тема, вот эти последние вопросы, ну, как бы, не хочу даже зачитывать. Не хочу лишний раз упоминать что-то то, что может испортить мне сегодня настроение хотя бы чуть-чуть. Вот. Поэтому спасибо вам, всего хорошего, всех благ, всего доброго. И вам тоже спасибо, мои котики. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете, любите и пишете очень приятных вещей много. Вот. По поводу того, когда суд пока не знаем, как узнаем информацию, мы вам все обязательно, прям вот, обещаю, сообщим. Мы не делаем из этого какой-то суперинтриги. Это не та абсолютная ситуация, где, знаете, надо хайпануть, как некоторые, и там что-то поинтриговать кого-то. Поэтому, как только у нас появится возможность, мы со всем с вами поделимся. Все, мы всех любим, всех целуем. Всем желаем прекрасного настроения и замечательного вечера субботнего. Выроведите его прям горячо, жарко, и вот, чтобы у вас фонтанировала ваша любовь, ваш позитив. Все.